Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в студии в гостях Бактыгуль Исламбекова. Она гендерный специалист и координатор проекта INCOM. Тема сегодняшнего нашего интервью – это гендерная представленность в учебниках. Мы будем говорить о том, как гендерные предубеждения влияют на формирование детей, о жизни, об обществе и роли гендера. Бактыгуль, добрый день! Рада приветствовать вас в студии. И для начала расскажите, пожалуйста, вы участвовали в проекте по анализу учебников на тему гендерных стереотипов. Как проходила эта работа и каковы были результаты этого исследования? Да, наша организация очень давно уже работает в этом направлении, в том числе и в сотрудничестве с другими экспертами, и с Министерством образования и науки. И впервые вообще такая работа экспертная проводилась в 2016 году, когда было отобрано около 40 учебников, вот именно существующих, которыми обучаются наши дети с 1 по 11 класс. Там по специальному критерию была произведена выборка, и были охвачены, во-первых, все классы, во-вторых, мы постарались охватить как точные науки, так и гуманитарные предметы. И также вот именно на пилотной основе в рамках одного проекта ЕС мы провели вот этот гендерный анализ, гендерный антидискриминационный анализ всех учебников, оценили там выработаны были специальные индикаторы, и по ним были оценены содержательная часть и визуальная часть отдельно. И итоги этой работы были обсуждены вот в расширенных экспертных кругах, в том числе и с участием Министерства образования. И самое важное, там как раз были выявлены, что очень много стереотипов, особенно вот именно гендерных стереотипов, они воспроизводятся и закрепляются, и именно в учебниках они воспроизводятся, и очень сложно потом поменять это во взрослой жизни, потому что мы, вы знаете, что дети, они не владеют в раннем возрасте критическим мышлением, и им сложно, вот что ты им даёшь, то они впитывают в себя, и потом во взрослой жизни, когда у них уже сформировались представления о мире, вот согласно в том числе и тем учебникам, и знаниям, которые мы им даём, им очень сложно потом отказаться и вообще избавиться от этих вредных стереотипов. Поэтому было принято решение, что нужно институционализировать этот процесс, и в 2019 году приказом Министерства образования была закреплена методология «Методология антидискриминационной гендерной экспертизы», и согласно этому приказу все УМК, это учебно-методические комплексы, почему мы называем учебно-методическими комплексами, потому что там помимо учебника есть ещё и рабочая тетрадь, и учебное пособие для преподавателей. И важно было, чтобы все эти комплекты УМК проходили, вот в том числе и там четыре вида экспертиз, которые они должны пройти перед тем, как получить гриф Министерства о том, что их можно распространять и пускать к печати и для распространения в школы. И одной из этих обязательных экспертиз стала гендерная и антидискриминационная экспертиза учебно-методических комплексов. И теперь вот в данный момент все учебно-методические комплексы, которые идут на печать, они перед тем, как получить гриф Министерства образования, о том, что это рекомендовано Министерством образования для обучения в школах, они проходят в том числе и гендерную и антидискриминационную экспертизу. И мало того, после этого данная работа была продолжена и расширена. И была создана специальная рабочая группа при Министерстве образования, которая также расширила эту методологию в части инклюзии и также добавила туда индикаторы по проведению гендерной и антидискриминационной экспертизы предметов и стандартов. И как раз-таки сейчас она находится на стадии подписания в Министерстве. И мало того, что существует нынешняя экспертиза, она также улучшена и расширена в части по некоторым предметам. И теперь все вот эти предметные стандарты, они также будут проходить, не только предметные, но и образовательные стандарты будут проходить, в том числе эту экспертизу тоже. А почему и как вообще возникла необходимость этого анализа? Почему обратили внимание на гендерное содержание учебников? Вы, наверное, помните, что именно в тот период было очень много резонансных случаев, в том числе и в СМИ освещались какие-то содержательные части разных учебников. И стала обсуждаться вот эта тема о том, что очень много негативных и вредных стереотипов закрепляются и транслируются в учебниках, что не очень хорошо. Например, если вы посмотрите старые учебники, очень часто можно увидеть, что там идет очень большая сегрегация гендерных ролей. Например, очень часто женщины и мужчины представляются в разных... Если, например, для мальчиков и для мужчин очень много вариативных каких-то ролей, даже если взять такие простые темы, как профессия или же, я не знаю, свободное время, то вы в учебниках увидите, что согласно учебникам, свободное время есть только у мальчиков. Они там и плавают, и прыгают, и играют в футбол и так далее. А девочки, они больше изображены именно за домашним трудом. Они их больше там призывают к прилежности, к тому, чтобы они там были послушными, учились постоянно, помогали маме и так далее. И также есть большая разница в репрезентации гендерных ролей среди взрослых мужчин и женщин, потому что мамы зачастую все время транслируются и представлены в учебниках как домохозяйка, вот именно в традиционных ролях. Там есть всего несколько профессий, где зачастую очень часто можно увидеть в учебниках представленные женщины, там учительница, медсестра, по-моему, и продавщица. А вот в других профессиях, согласно учебникам, как будто бы женщин вообще нет, и ими занимаются только мужчины. И, например, там не только это касается гендерных вопросов, а в учебниках практически невозможно найти репрезентацию людей с инвалидностью. Нет вообще неохваченной инклюзии почти. Я имею в виду вот в тех старых учебниках, по которым мы учились раньше, и которые не были охвачены этим видом экспертизы. И также, например, вот очень много сегрегаций и разницы в географических местностях. Зачастую, почему, например, существует вот это структурное неравенство, в том числе и по географическому расположению тоже, потому что мы все время в учебниках видим городскую местность, несмотря на то, что у нас 60% населения проживает в сельской местности. И если даже посмотреть на людей пожилых, то они всегда представлены в учебниках такими немощными, в очень пассивных ролях. Очень редко можно их увидеть активными такими, несмотря на то, что у нас очень много пенсионеров также продолжают работать, вносить свой вклад в развитие государства и так далее. Поэтому как раз-таки самая основная идея внедрения институционализации вот этой гендерной антидискриминационной экспертизы, она заключается в том, чтобы убрать вот эту репрезентацию структурного неравенства не только в гендерных вопросах, но и в других вопросах, чтобы больше было охвачено инклюзией, чтобы представлено было также этнические группы, потому что несмотря на то, что Кыргызстан многонациональная страна, мы часто можем в учебниках видеть только моноэтническую культуру, что тоже может, ну как бы... И как раз-таки все эти моменты, они позволяют... Эта экспертиза позволяет как раз-таки увидеть эти моменты и учесть их. Но ведь эти учебники, эти примеры пишут специалисты, взрослые люди. Получается, что именно это поколение транслирует свои предубеждения через учебники детям? Я была бы далека от того, чтобы как-то обвинять и думать, что если взрослый человек, он должен знать все на свете. Я думаю, что здесь как раз-таки мы же все люди, и на нас очень сильно влияет внешний фактор. И в том числе то, как нас воспитывали, по каким учебникам мы учились, какие знания мы в себя впитывали и в каком окружении мы жили. И поэтому очень часто вот это очень настолько сенситивные вопросы, которые не всегда мы можем тоже считывать. И здесь тоже очень сложно. Они тоже это делают непреднамеренно и не специально. Однако если они тоже сами учились по таким же учебникам, они просто могут на это не обращать внимания. И поэтому как раз-таки вот эта гендерно-антидискриминационная экспертиза, она позволяет увидеть эти моменты и как раз фокусироваться на этих моментах тоже. Потому что если вы спросите любого автора, он не хотел, чтобы не была представлена, например, детей с инклюзией. Но при этом по факту мы видим, что из-за того, что они не представлены, в том числе и в образовательных материалах, в учебно-методических материалах, очень часто мы видим, что наши дети не знают про существование детей с инклюзивностью, с инвалидностью. И когда они встречают их в других, там, в школе, в детских площадках, у них идет вот это непонимание, и они немножко сторонятся их, не из-за того, что они, например, плохо относятся, а просто они не знают про это. Поэтому это создает определенные барьеры для детей с инвалидностью также включиться в общество и стать активными членами общества. Поэтому нам важно это тоже показывать. А проводится ли какая-то работа с самими авторами, разработчиками учебников? Как вы сказали, они же, эти люди, это продукт своего поколения, и некоторые темы, может быть, они не видят, потому что их так воспитали, и они выросли в такой обстановке. Но теперь-то они должны, наверное, изменить свои взгляды, чтобы передать свои дети молодому поколению. Да, да, да. И здесь как раз-таки это не зависит от возраста, и нельзя сказать, что прошлое поколение только было таким стереотипным, а мы выросли и стали такими чувствительными. Здесь, мне кажется, больше вопрос самой сенситивности, и все зависит от многих факторов, как я сказала, в том числе от внешних тоже, от нашего окружения, воспитания, образования и так далее. То есть именно если мы будем больше про это говорить и транслировать, то получается больше людей станут на это обращать внимание. И там, например, иллюстраторами могут быть тоже такие же молодые люди, как мы, но при этом они тоже могут непреднамеренно транслировать вот эти стереотипы, которые, ну, в принципе, стереотипы есть у нас у всех. И поэтому мы стараемся всесторонне проводить работу со всеми сторонами и участниками данного процесса. Например, вот у нас до этого был проект Даткаим при финансовой поддержке ЕС с 2019 по 2022 год, и в этот период мы также старались совместно с Министерством образования, и нами было обучено, по-моему, более 100 преподавателей, авторов ОМК, иллюстраторов, представителей издательств, редакторов и так далее. Вот все, кто работает, но и отдельные, более такие расширенные тренинги проводились для тех, кто желает быть экспертом в этом направлении. И как раз-таки мы их обучали этой методологией, но это не значит, что если они получили сертификат о том, что они прошли тренинги и ознакомлены с методологией, они автоматически могут быть экспертами. Там при Министерстве образования создана специальная научно-республиканская научно-практическая центра ОКОКИТЭБИ, но сейчас я знаю, что она тоже реформируется, не знаю, как оно теперь будет называться, но вот при нем как раз-таки у них была ответственность проводить все эти четыре вида экспертиз, в том числе и гендерную антидискриминационную экспертизу тоже, и как раз-таки там есть специальный кабинет, куда могут любой, кто обучился этой методологии, прийти и пройти специальное тестирование анонимное, и потом после того, как этот человек подтвердит свои знания этой методологии и свои навыки о том, что он может проводить эту экспертизу, то, соответственно, министерствам будет выдан специальный сертификат, там есть специальная процедура по этому поводу, о том, что этот человек может проводить экспертизу, и он входит в этот шорт-лист министерства экспертов, и там очень хорошо продуман этот механизм, так как нет прямого взаимодействия экспертов с авторами учебников, это все делается через министерство образования, и когда ты получаешь рукопись на руке как эксперт, там зашифрованы все данные, и ты даже не видишь, чья это рукопись, и чей проект УМК ты анализируешь, и, соответственно, когда они получают результат, они тоже не видят данные эксперта, то есть это проходит такая работа, посредником которого является министерство, которое получает рукопись, потом передает эксперту на экспертизу заключение, потом само же передает автору, и там система оценки тоже выстроена таким образом по светофору ABC, там красный, желтый и зеленый, и, например, если УМК соответствует всем стандартам методологии антидискриминационной гендерной экспертизы, то, соответственно, он получает оценку A, это зеленый цвет, и может дальше идти на дальнейшее продвижение, а если там содержатся какие-то нормы, но при этом их можно как бы внести какие-то корректировки и улучшить, но оно не меняет полной сути учебника, то оно получает оценку B, это вот желтый цвет, и идет на переработку, после того, как автор его дополнит и переработает, эксперт снова получает его на дополнительную экспертизу, и после этого он может выдать новую оценку, с учетом всех рекомендаций, которые уже были исправлены и учтены, и он может получить оценку A, только потом после этого идти на продвижение. А если там есть закреплены моменты структурного неравенства, и полностью учебник в большей части подлежит переделыванию, тогда он получает оценку C, что соответствует красному цвету. А проводится ли какая-то работа по обучению авторов учебников? Вот я уже стала до этого рассказывать, что мы в рамках нашего прошлого проекта ДОТКИМ уже обучили некоторое количество авторов, экспертов и других работников образования, которые могут иметь отношение к этому процессу. Но сейчас вот у нас есть проект INCOM, и у нас там также одной из основных целевых групп является женщины с инвалидностью, и сам проект направлен на развитие инклюзивного общества в Кыргызстане. И в рамках этого проекта мы также продолжаем эту деятельность, также продолжаем работать и обучать не только авторов, но и преподавателей, и экспертов методологии антидискриминационной и гендерной экспертизы. И на сегодня вот только вот в рамках второго нашего проекта INCOM с октября 2022 года уже обучено более 150 человек этой методологии. А вот в 2016 году, а возможно и раньше, вообще вот инициатором этого анализа и первым, кто обратил внимание на такую проблему в содержании учебников, это были гражданские активисты? Да, это были гражданские активисты, это была гендерная экспертка Зульфия Кучербаева. И потом к этому процессу также подключились другие гендерные экспертки, и как раз-таки была создана специальная рабочая группа при Министерстве образования, куда вошли также и представители Министерства образования, и была разработана совместно вот и с гендерными экспертами, и экспертами по образованию. Вот первая методология антидискриминационной гендерной экспертизы. А как само Минобразование отнеслось к появлению, вот к формированию такого нового вопроса в повестке? Готова ли была система к таким изменениям? Да, потому что у Министерства образования, Министерство образования вообще, мне кажется, ведет очень хороший подход, он у них называется вот подход, ориентированный на результат. И как раз-таки в рамках этого подхода тоже они очень хорошо отнеслись к этой, ну как бы, во-первых, они сказали, что да, такой пробел есть, и нам важно ее устранять, и, во-вторых, они стали институционализировать и совместно с экспертами работать в этом направлении. И благодаря этому сейчас все вот эти, не только УМК, не только учебно-методические комплексы, но и образовательные предметные стандарты проходят эту экспертизу. Прежде чем пойти на утверждение Министерством образования, это является одним из видов обязательных экспертиз, которые должны пройти, и там не только пройти, но и обязательно вот получить оценку Эй, чтобы пойти на дальнейшее продвижение. А какова роль учителя в формировании, в воспитании детей, в формировании представления у них гендерного равенства? Мы вот в том числе и обучаем, стараемся обучить этому, обучаем учителей тоже, потому что их роль очень важна, потому что иногда бывают случаи, когда учителя тоже могут сами воспроизводить какие-то стереотипы тоже, верно? И потом важно вот иногда, даже если, например, вы посмотрите на историю Кыргызстана, это, на мой взгляд, как эксперта, мне кажется, что это только история войн и сражений, и никак там не отражены другие аспекты жизни, как будто бы другой истории не было, и никак, например, не отражена вклад в развитие Кыргызстана до сегодняшнего дня огромного количества людей и имена представителей женского пола. И поэтому я думаю, что вот как раз, когда идут такие вопросы, важно, мы там как эксперты тоже рекомендуем, чтобы они могли также писать короткие обоснования о том, почему туда не попали вклад тех или иных групп, но при этом они участвовали, они также как бы вносили свой вклад в развитие общества. И мне кажется, здесь важна роль учителей тоже, чтобы они тоже комплексно давали эту информацию. Например, очень много, даже когда мы пишем эти заключения, очень много авторов говорят, ну что поделать, если нету женщин, ученых, нам очень сложно, например, их найти. На самом деле, мне кажется, это тоже вопрос подхода, просто мы не привыкли так рассматривать. Если, например, вы подумаете даже вот по техническим предметам, такой самый простой, обыденный пример, вы знали, что первая в мире программист была женщина. Вот, это была женщина, ее звали Ада Лайвлесс, и про это есть в учебниках, но почему-то она всегда идет не как первая женщина-программист, которая впервые написала эту программу, вообще первый человек в мире, которая написала эту программу, а почему-то везде в учебниках тоже идут вот эти стереотипные вещи, когда ее представляют не как отдельную личность, а как дочь английского поэта Байрона, хотя она никогда в жизни своего папы лично не знала. Ну, то есть у нее были другие заслуги, и она попала в эти учебники, в историю вот именно за свои открытия. И то же самое, например, если мы возьмем первого человека, который изобрел вот эту торпеду, которая в основе потом легла для изобретения Wi-Fi, она же тоже женщина. Актриса? Да, 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 она актриса, американская актриса, по-моему, ее зовут Эллен Хэмер, если я не ошибаюсь. Но при этом все время говорят про ее деятельность как актрису, но они отмечают вот этот факт тоже. И то есть, мне кажется, есть много таких случаев, когда, в принципе, их очень много, но учитывая вот этот многовековый исторический факт структурного неравенства, они просто не попали, но можно, в принципе, их тоже отображать более-менее. Ну, как бы очень комплексно, и их тоже достаточно. И почему это важно? Потому что мне кажется, что, например, вот сейчас у нас до сих пор есть вот это неравенство не только в сфере гендера, но и мы видим большую недопредставленность и в других сферах тоже. Вот я до этого говорила про инклюзию, да? И, например, если вы откроете учебники, вы там не увидите детей с инвалидностью, хотя это тоже важно, чтобы они тоже включались. Важно, чтобы постоянно мы их и в учебниках, и везде мы их включали, и они участвовали во всех вот этих процессах. И также я бы хотела отметить, что очень часто мы замечаем, что из-за того, что мы представляем женщин только в традиционных ролях, это мешает им в их обычной социальной жизни тоже, потому что они сталкиваются со многими барьерами, в том числе и стереотипами, которые мешают им и строить карьеру, в том числе и политическую и так далее. И даже в выборе профессии, вы знаете, что во многих семьях традиционно мы всегда отдаём предпочтение мальчикам, а не девочкам. И никогда не учитываем интерес. То есть у нас есть вот эта приоритизация тоже. И оно тоже идёт иногда неосознанно, потому что изначально с детства мы видим все эти транслируемые в том числе в учебниках негативные стереотипы, и они в нас уже вживаются, и нам очень сложно потом от них избавиться во взрослой жизни. Иногда идёт это как-то неосознанно. А есть ли какая-то метрика по оценке изменения мнения детей, школьников, вот о профессии, о ролях? Я могу сказать только по статистическим данным, что, к сожалению, у нас женщины больше представлены в, так сказать, социальных таких гуманитарных профессиях, малооплачиваемых зачастую. И, например, женщин больше всего в сфере образования, в сфере медицины и так далее. Но не проводился такой комплексный анализ, где вот эти различия в подходах и их результаты можно было бы увидеть. Но есть очень хорошее исследование зарубежное, где можно увидеть эти подходы. И действительно, когда ты с детства применяешь этот антидискриминационный подход, чтобы дети видели и могли фиксировать и отмечать это неравенство и несправедливость, в том числе и в отношении других, это действительно потом из них вырастают, ну, такие... Это действительно очень хорошо помогает потом бороться и не только быть самим, использовать и применять в своей жизни принципы равенства и недискриминации, но и замечать их и пресекать вокруг тоже. Сейчас работает над изданием учебников нового поколения, о чем уже сообщало Минобразование, и какая работа ведется над переработкой его содержания с учетом гендерных вопросов? Я читала из открытых источников о том, что такая работа проводится, и все эти учебники, они будут не только привезены сразу, как бы пойдут на распространение, но также будут адаптированы под нас, поэтому как раз-таки я думаю, что после процесса адаптации всех этих учебников они должны будут также пройти все четыре вида обязательных экспертиз, и в том числе они все, я думаю, что пройдут и антидискриминационную гендерную экспертизу тоже. А вот вначале, когда гендерную и антидискриминационную экспертизу включили в перечень экспертиз, какой процент от объема содержания этих учебников заняли вопросы, выявленные в ходе этого анализа? Много ли было ошибок, много ли было вопросов, которые нужно было переработать? Да, вначале результаты были очень-таки показательные, потому что, например, там можно было выявить, мы там методология, она очень практичная и хорошая, как раз-таки она доступна в открытых источниках, любой желающий может с ней ознакомиться, она очень подробная и очень практичная к применению. И как раз-таки там в методологии есть все эти индикаторы, и согласно которым можно будет эксперту фиксировать, есть специальная табличка, где эксперт может фиксировать полностью свой анализ при обзоре всего учебника, а потом только писать свои замечания и рекомендации, как улучшить их, не просто написать замечания, но и рекомендации важно писать о том, как можно их улучшить, и также свои комментарии, а потом только дает выводы и заключения. И когда вот согласно методологии мы анализировали, там выявилось, что, например, очень вот эта разница в представленности мужских и женских персонажей иногда было там 90 на 10 процентов, 80 на 20. Ну, то есть в моей практике, когда мы анализируем учебники, я еще не видела ни одного учебника, не попадалось, который или там предметный или образовательный стандарт, который мог бы сразу получить оценку ей. И поэтому очень часто, вот если даже такой простой пример привести, недавно я анализировала один учебник для первого класса, и там такая картинка называется «Профессии». И там вот такой кружочек, где изображены и названы все эти профессии, там их около 15, по-моему, и везде изображены мужчины. Ну, там пожарный, повар, даже учитель. Ну, то есть как бы везде изображены мужчины. И, соответственно, ребенок, которому 7 лет, и который обучается первый раз и знакомится с этой темой, у него формируется вот это понимание, что профессии, они только для мужчин. Ну, и девочка, которая обучается по таким учебникам, у нее уже тоже закрепляется, что ей лучше быть домашней хозяйкой, там ее предназначение быть только мамой, например, и так далее, и что ей не обязательно, возможно, занимать какую-то профессию. Или если она в учебнике видит только учительницу или медика, то почему мы потом удивляемся, что в других профессиях мало представлены женщины. Может быть, еще и потому, что они не видят вот эти примеры, где женщины, например, инженеры, банкиры. Хотя в жизни масса примеров. Это мы, взрослые, знаем, что мир намного шире, чем учебники, а вот дети, когда учатся по ним, действительно у них формируются первые вот эти понимания и знания вообще о вещах и обо всех темах, которые мы там говорим и даем им. А какова роль родительского сообщества в гендерном воспитании детей? Ведь кроме тех примеров, которые школьники видят в учебниках, в учебниках они видят еще и картины с жизни. Да, очень важная роль на самом деле, потому что, например, очень много семей, где вы можете увидеть, что весь домашний труд, он вообще и по статистике так, что весь как бы неоплачиваемый домашний труд, он как бы на плечах женщин. И женщины даже по данным статкома тратят 4,5 часа в сутки на неоплачиваемый домашний труд, что составляет там на 70% больше, чем у мужчин, по-моему. Вот, и поэтому мы очень часто видим, как, например, полностью говорят, ты девочка, ты должна быть прилежной, ты должна, например, полностью дома нести ответственность, там убирать. И мало того, очень много примеров, когда если, например, в семье одна девочка и несколько мальчиков, там братьев, то обязательно весь, вот вся ответственность за ведение домашнего хозяйства, оно на плечах девочки. И, конечно, у нее нет свободного времени, она после школы должна прийти домой, приготовить, постирать и так далее. А если она еще и это видит и в СМИ, и в учебниках, и в других местах подтверждением вот этим пониманием и методом воспитания своих родителей, то, соответственно, у нее это полностью закрепляется. Ясно. Спасибо большое, что уделили время и пришли к нам на интервью. Вот по поводу данных этого исследования. Есть ли какие-то цифры, может быть, какая-то публикация была? Потому что я предварительно погуглила, там, на самом деле, очень мало тем, касательно именно вопросов гендера в учебниках в кыргызстанском сегменте. Много зарубежных исследований. Я думаю, что точную цифру можно получить у Министерства образования, потому что вот эта функция проведения экспертиз у них, и, соответственно, они ведут свою статистику по тому, сколько на сегодняшний день проектов учебно-методических комплексов, образовательных предметных стандартов уже прошли эту экспертизу. Точных цифр, к сожалению, назвать не могу, но у нас в открытых источниках есть и сама методология, с которой можно ознакомиться, и также есть отдельные руководства, презентации. Например, на нашем сайте есть даже специальный вебинар на эту тему, которую любой желающий может посмотреть. А вот результат анализа, проведенного в 2016 году? Это был такой первый пилотный проект, когда нужно было вообще провести эту оценку, но после него же как раз-таки это и стало основой написания самой методологии, институционализации этого процесса. И потом после этого есть масса других, больше обновленных данных, в том числе и, мало того, сама методология тоже сейчас расширена и улучшена. И я надеюсь, что в скором времени уже вторая доработанная, переработанная методология будет утверждена. Ясно. Спасибо.